Сегодня 6 сентября 2017 года, четверг. В деревне тут пастьба, овечки, коровы, видно овцы, овцы уходят. После обеда мы с Володей занялись к складам пробиться, все заросло, намного выше головы, уже семена дали, лопухи, плотная-плотная растительность. Ну давай, Володя, пробьемся все-таки. Взяли инструмент, под корень все рубить, с корнем вытаскивать где. И вдруг звонок. Виталий звонил. И что? Овечек потерял. Овечек потерял. Сотни овечек, допустим, потерял. Так ловко это. Ну я говорю, позвони, узнай, где он был. Володя спрашивает, мне надо идти помогать? Я говорю, нет, не надо. Я один поправлюсь. И вот я приехал на пастбище. Иди сюда. Эй, иди сюда. Пастух. Хрен-то наелся. Он много с хреном ездит. Говорит, хреновый пастух. Хвалился я их. Научил сегодня, проучил. Они сразу сбежали от него. Послушай меня внимательно. Ты подскажи, может быть, я что-то неправильно понял. У нас тут по Теряевке пастух один нанялся. И после обеда в четверг потерял овечек. Всех. Ну, Володя сказал мне, я говорю, не надо ничего. Я один разберусь. Я стал смотреть, откуда ветер дует. Я тебя учил этому? Да я знал, где они. Я говорю, я тебя учил этому? Ну, я не понял, Гнатихович. Я говорил так, корова, овечка, она идет мордой на ветер. На ветер, не под ветер. Чтобы ветер дул в морду, не в зад. Говорил? Ну да. И дождь, когда, ну что, ну да. То есть я тебе уже, я тебя подготавливал к этому. Как у барабаша я искал. Никто не нашел? Я говорю, пошел, определил, откуда ветер. Потом нашел первое копыто. Оправлялись и совершенно в другом конце искали. Где они никогда не были, оказались. Что я сделал? Смотри, я тебе расскажу. Вон там башня стоит, около бывшего лагеря. Ну да. Она называется Ваилонская башня. Я взял бинокль. Он у меня с собой, вот в сумочке. Сунь руку туда, посмотри. Там лежит отдельно. О, это бинокль. Он называется монокль. Я при этом дам посмотреть тебе. Открой маленечко, чтобы увидеть, как он. Где-то в шесть раз приближает. Так, потихонечку туда это все вытащи. Вторую туда положи, чтобы не потерять. Посмотри, там две. Там две заклепки. За крышкой. Да, да, да. Вот теперь смотри на что-нибудь, на лагерь. На воде. Там подкручивать можешь этот, чтобы было ясно. Ну, увидал? Ну да. Увидал, да. Вот я туалет, а дальше там качели. А еще правее тут, между этими. Ну, и вот я залез на нее и стал наблюдать. Прежде чем пойти, заложи на день. Предохранители. Опять замотай и положи. Ничего не здесь. Я думал так. Ты погнал их туда, где был давеч, уда обеда. А на них не обернулся. А они зашли в лог. И ты сделал там лог. Лог делает поворот, а два. И они скрылись от тебя. А когда ты хватился, а их нету. Значит, ты сделал совершенно правильно. Решил искать их с табуном. Они так, коровы пусть попасутся. Вот представь себе, ты нашел. А коровы там бы были. Ты совершенно правильно... Ну, я сказал, замотай вокруг. Ты же видел, как замотано. Вытащи. Не потеряй. Зачем опрокидываешь-то? Да я не потеряю гнать их. Зачем мне глупости городить? Ну, прямо чуть-чуть вытащи, чуть-чуть. Все, заматай вокруг шейки. Ну, любое дело, как ты делаешь, как говорится, руки отшибить не грех, как отец говорил. Ну, пошел, как попал. Ну, куда ты замотал-то? Ну, гляди. Даже намотать веревочку, и ты не хочешь, как попал. Все время гиги-гиги. Давай. Да гигикался. Я, смотри, стою там, наверху. Гляжу, ты гонишь. Думаю, первый этот шаг сделал правильно, Виталий. Дальше. Ты гонишь коров суворовским маршем. Настолько быстро, скоро, ничего они тут не успевают. Я говорю, ты сейчас в логу их увидишь. Гляжу, ты побежал вперед, в лог спустился. Увидел. Дальше я сижу, смотрю, ты их выгоняешь. Думаешь, назад не пойду. Погонят он сейчас, где был утром. Гляжу, ты тут и появился. Понял? Ну, да. Можно не двигаться, на одном месте сидеть и знать, как будут развиваться события. А почему? А я тебе запомни. Вчера, сегодня говорил, Виталий, телефон заряди. Обожди. Я тебе говорил? Да. А ты, Тоня, что-то не под зарядкой. Я говорю, не глупи. Что случится, позвонить не можешь, помощь не придет. Я тебе сегодня еще трепал за это утром. А? Да, да. Это что означает? Опыт. Опыт, как говорится, интуиция. И как раз сегодня все случилось, чтобы тебе на практике доказать, что вот надо думать вперед. Что за это будет? Сегодня молодежь не думает нисколько об этом. Что будет? Как будет? 20 тысяч абортов каждый день. Каждый день. Вот это на днях только озвучивал Герман Стерлигов. Это не мой друг, но я за него молюсь каждый день. И что-то у него хорошее могу взять. Вот они, коровки, овечки. Сколько коров у тебя? Не знаешь. Их читаешь, а не... Не считаешь. А я говорил, считай. Когда они спускаются в лог, а ты на вершине стоишь, они как на картинке. Ты посчитай, сколько взрослых, сколько телят. И вечером снова пересчитай, пригнал или не пригнал. Они могут тебе предъявить сейчас, сказать, а у нас нету. А ты не скажешь даже. У меня овечек было 1200. Я каждый день пересчитывал. Вот тебе и гальяны. И когда решили разбирать, там обман был. Здесь ничего не могли сделать. Я каждому выписал, какое ухо, как у них помещено и какие пятна на овечке. А как вы их пересчитывали? Как пересчитывал? Очень просто. Я тебе говорю, они же загнаты в одном месте. Их выгоняют, а я в воротах стою. По одной прыгают, я считаю. Очень даже просто. Ну, если только так. А как по-другому? По-другому никак. Никак. А в ящик никак. А коровы, вот они сейчас спускаются вниз. Здесь трудно считать их. А когда они в низинке, а ты наверху, очень легко. Как на картинке. Ну, я знаю, Игнатий. Что ты знаешь-то? У меня так было, я видел. Считал я, считал. Когда они, как на картинке. Меня интересовало три вопроса. Первый вопрос. Где Виталий сейчас находится? Связи нет. Володя залез там на кучу. Чтоб повыше быть. Надо на голубятню лезть. Дальше. Когда ты заметил, что их нету? Последний раз, когда видел их? Где ты их видел последний раз? Второй. Поле вот здесь. Ну, шел когда туда, до лога еще. Я это все теперь, когда на повышке был, я все это высчитал. Меня интересовало, когда я пошел. А Володя говорит, мне пойти с вами. Я говорю, не надо. Они обычно идут за мной-то. А в этот раз что-то, я смотрю, не идут. Так. Вспомним вчерашний разговор. Я говорю, идут за мной. Это у евреев. У русских пастух идет сзади. Говорил? Ну да. Ну да. То есть, все, что сегодня случится, я вчера обговорил тебе. Всю эту картину уже нарисовал. И по часам, и как по сте. Не то, что я знал. Я знал, что это необходимо. Надо остановить. Да, остановить. Потому что там рядом пастбище. Остановись там. Постой маленько. А там дальше горох, чтобы не зашли. Так, подожди маленько. Потихоньку. Зайди, стой там, не гони их. Пускай едят они. Я поехал домой, Виталий. Ты подойди там вплотную, чтобы они подошли. Там зеленая трава. Не поворачивай их. Пусть подходят. Допускай их на полметра. На полметра можешь допускать. А сам встань вплотную к ищменю. Потихоньку. Не пугай их, коров. Пройди туда сам и стой там. Разбор полетов. Говорят, разбор пасть бы. Вот тебе досмеялся. А сегодня говорит, вот даже я уеду, как многому я научился. А это бесовщина-то вокруг него. А, Виталий, беги оттуда, беги. Это сатана. Сатана без синят своих распускает. И которые кричат сопливые, это они ничего не знают. Это демоны. Они ничего не могут сказать. Ничего не сделать. Ну и умеют там, три матерка говорить. А материться-то толком не умеют. Играя, ворона. О, стой. Иди туда, ближе. Туда иди, туда. На полметра, а он на 50 метров. Вплотную стань к Кишменю. Туда иди дальше, дальше иди. Ну не знаю, это же надо... Все гонят их далеко. А корова ни разу там не ходила. А там самая отаба. О! Хорошие коровки. Овечечки хорошие. Все хорошее тут у нас. Вот мы тут выросли. В пять лет я уже был на поле. Отцу носил еду. А брат Аким пошел, да заблудился, да потерялся в пшенисе. Его искали тут всем табором. Наплакался, видно, в пшенисе-то и лег спать. Сейчас подробностей я не знаю, но терялся. Вот так. Это наш музей, против которого воюет сатана. Вот кто смотрит это, помолите, чтобы не трогали. Мы хотим, чтобы люди научились, как без помощи государства, вот в этом разоре, презрении народом своим. Можно жить, не проклинать власти, а молиться за них. Вот я тут думал тогда своими силами держать 700 детей. 700. Ну и тысячу лагерей уже 700 тысяч. А тысячу из поселения, это даже делать нечего. И все 4 миллиона беспризорных можно разобрать, начать другую жизнь. Нет, сатана сейчас бьется в лице облеченных как бы властью. Да когда они начали воевать, у них год рождения, это меньше, чем лагерю нашему, 45 лет, может быть. Их и не было еще, когда мы этим занимались. Надо все лучшее посвятить для Иисуса Христа. А где, говорит, сделавшим ближнему своему, сделал мне. Продолжение следует...